Строящиеся и находящиеся на реконструкции объекты в разной степени готовности вошли в насыщенную программу традиционного строительного дня Алексея Валова. Посещение детских садов это в порядке вещей, однако в этот раз руководитель района приехал на объект, на котором бывает не часто. Садик в деревне Гребнево на улице Лучистой один из тех, что строится за счет инвесторов. Компания Грант в рамках комплексного освоения территории построила в Гребневе жилой квартал и вместе с ним этот сад на 80 мест. Его готовность Алексей Валов оценил высоко, но потребовал прибавить температуру воздуха в помещениях. Сдача двух многоэтажных домов и детсада запланирована на первый квартал этого года. Также стоит отметить, что 40 квартир застройщик передает муниципалитету под переселение 98 человек из пяти аварийных домов. Грандиозная программа переселения, напомним, стартовала в прошлом году. В частности, начался переезд из микрорайона Дальний Воронок в квартал Солнечная долина на Фряновском шоссе. Уже возведены три 17-этажных жилых дома. Району переданы 73 квартиры. Алексей Валов побывал в гостях у первых новоселов. Отметил высокое качество отделочных работ в доме, что, безусловно, обеспечивает дополнительный комфорт проживания. На КНС Соколовская в декабре началась реконструкция. Станция является одним из основных узлов межрайонной системы водоотведения. Однако физический и моральный износ не позволял технологическому оборудованию в период пиковых и залповых сбросов справляться с объемом поступающих стоков, что создавало угрозу экологической катастрофы. До такого состояния инженерное сооружение довел частный владелец, который в 2015 году вовсе отказался от эксплуатации КНС. И она была передана межрайонному Щелковскому водоканалу вместе со всеми проблемами, как техническими, так и экологическими. Поэтому пришлось, опять же, губернатор, зампредправительство, министр ЖКХ, Наталья Александровна, уважаемая Ефимченко, создается администрация своим потенциалом делать все возможное, чтобы было заменено оборудование, и этот форс-мажор, угрожающий экологической катастрофе, был снят. По договору с подрядчиком выполняются первоочередные работы по капитальному ремонту КНС Соколовская. Мы заменили два насоса, отремонтировали своими силами, заменили электродвигатель. Сейчас проводим замену задвижек, напорных, всасывающих. Будем чистить приемную камеру. На обновление оборудования предусмотрено более 30 миллионов рублей. Средства на реконструкцию выделены из областного бюджета при софинансировании администрации Щелковского района и водоканала. Все работы должны завершиться до конца года. Действующие учреждения социальной сферы также были в программе строительного дня. Алексей Валов осмотрел результат ремонтных работ в Щелковской гимназии. За счет районного бюджета, а это более 2 миллионов рублей, выполнен ремонт кровли и ряда внутренних помещений. Во время зимних каникул отремонтировали спортзал. 770 тысяч истратили на потолок и стены, осталось доделать пол. Но это дело будущего лета, а заниматься можно уже сейчас. Это позволило нам сделать, вот сейчас буквально отремонтировать, капитально отремонтировать. Вы посмотрите на то, что было и что стало, конечно. Я помню, что было, мне показывали, не беспокойтесь. Мы не просто так решение принимаем на выделение бюджетных средств. Директор гимназии Анжела Терентьева показала гостям помещение школьного музея. Он был открыт к 25-летию гимназии и постепенно наполняется экспонатами. А оборудование на 300 тысяч рублей помог приобрести депутат МОС облдумы Владимир Шапкин. Программа «Доступная среда» активно внедряется в Щелковском районе. Образцово-показательным учреждением с этой точки зрения можно считать физкультурно-оздоровительный комплекс на Дальнем Баранке на улице Центральной. Здесь есть практически все, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя комфортно и могли заниматься спортом наравне со всеми остальными. ФОК на территории детского спортивного городка был открыт в прошлом году. Активисты общественной палаты Щелковского района сразу обратили внимание, что он не в полной мере соответствовал требованиям доступности для инвалидов. Усилиями районного спорткомитета ФОК вошел в федеральную программу «Доступная среда» и получил из федерального бюджета 1 150 000 рублей, из муниципального – порядка 500 000. На эти деньги закупили специальное оборудование. Алексею Валову показали, как работает система «Диалог» для глухонемых. Они могут общаться с администратором зала с помощью планшетов. А также смонтирован и испытан автономный подъемник для колясочников. В ближайшее время уже начнут тренировки спортсмены-лучники. Идеальными назвала условия для занятий спортсменов-инвалидов директор Центра адаптивной физкультуры «Спортаница» Рина Шихкеримова. Она высказала идею проводить здесь областные соревнования. В области проводится очень много соревнований среди инвалидов, вы знаете, да? Мы к организации имеем непосредственное отношение и есть предложение часть мероприятий перенести в Щелково. Это замечательно, потому что ФОК, потому что большая часть проводится во Фрязино, почему бы и нет. В том числе с участием глухих. То есть это вообще идеальная база. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.